Жесткая конкуренция на рынке таксомоторных перевозок в идеале должна быть на руку избалованному выбором потребителю. Но на самом деле она выражается зачастую только в демпинге, который многие компании делают основным оружием для борьбы с коллегами по цеху. Между тем, вызывая зеленоглазое такси, многие из нас даже не отдают себе отчета в том, что они покупают кота в мешке, а иногда и реально рискуют жизнью и здоровьем. Кто заказывал такси на Дубровку? Я. Садитесь. Долго ждали таксиста, он не знал, как доехать, мы ему объяснили потом и поехали. Повернули на перекрестке Фрунзе и Красного проспекта. Я вот помню то, что машина, фары, я получается в окошко смотрел, а уже минуты, наверное, через две очнулся и вышел из машины. Обычная поездка на такси тем январским днем для Константина, Никиты и Руслана имела весьма неожиданные последствия. У нас врезалась сначала машина Субару, потом Цефира. Перечислить все увечья, которые в том ДТП получил Руслан Борисовских, значит проштудировать медицинскую энциклопедию. Шип головного мозга с кровоизлиянием, перелом ребер, подкационный разрыв обоих почек, удаление селезенки, перелом поперечного отростка позвонка, шип легкого. После январского ЧП прошло уже без малого 11 месяцев, но трое друзей-приятелей и до сих пор не могут добиться финансовой сатисфакции от виновника торжества. При всей, казалось бы, очевидности. Ведь они звонили по номеру, который ассоциируется с такси «Атлас». Впрочем, для того, чтобы не попасть с пальцем в небо, надо точно ответить, казалось бы, на простой вопрос. Кто именно тогда выполнял договор перевозки? Дисковые требования заявлены сегодняшний день у «Атлас Групп», который не имеет отношения вообще к этой перевозке. «Атлас Групп» показывает в сторону индивидуального предпринимателя Алексея Кузьмина, с которым у компании заключен договор оказания информационных услуг. Я-то при чем? Я понять не могу. Я даю машины просто людям. В «Атласе» говорят, что с вами был заключен договор. А вы посмотрите, что у него тоже заключен с ним договор. У кого у него? У водителя? У Афанасьева. Договор с «Атласом» заключен на перевозку пассажиров. В негомерческом партнерстве таксомоторных перевозок нам над голубом глазу заявляют. Ну, в реальной жизни, конечно, может быть, пока мы не видим что угодно происходить, но, зная все компании, которые ходят в наше партнерство, я знаю, что это добропорядочные компании, которые не только стремятся, но и выполняют транспортное законодательство. Не откладывая дело в долгий ящик, ищем рекламный след. Такси «Атлас», такси по-новому. Я видела службу заказа. Ну, хорошо, даже если рекламируется такси «Атлас», в чем проблема? Для справки, содержание любого ролика, подобного этому, на выверенном правовом языке именуется публичной офертой. Если юридическое лицо подало рекламу, оно должно нести ответственность за все последствия, которые наступили в результате исполнения услуги по перевозке пассажиров в данном случае. Сложно подчиненный логистической цепочке «Атласгрупп» и «П. Кузьмин», водитель Афанасьев, который тогда и был за рулем, есть еще одно звено. Некий индивидуальный предприниматель «Ли», зоной ответственности которого якобы и стала информационная диспетчеризация. Ну, а кто он такой этот «Ли»? Откуда он взялся в вашей системе координат? У вас с ним какой-то договор у «Атласгрупп»? Без комментариев. Эти игры в секретность хороши для экшн в стиле агента 007, но никогда речь заходит о совершенно открытой сфере перевозок такси. Но так или иначе, ответ на вопрос «ху из ху» теперь придется искать судье. А позывные ваших водителей, они чем-то отличаются от позывных других, которые привлекаются иных? Я не знаю, это цифровое обозначение, поэтому я не думаю, что они как-то принципиально отличаются друг от друга. Параллельно с этим гражданским делом идет и уголовный процесс. Мы пытаемся привлечь также такси «Атлас», но пока участником этого судебного разбирательства является только лишь водитель. О том, какие иллюзии мы питаем, о качестве этого сервиса в небольшом блице. Нужно на алкоголе, свидетельство о наличии наркотических веществ в крови. Автомобили должны быть, опять же, ухоженные, в порядке, не какие-нибудь старые автомобили. Чтобы нас вез адекватный, здоровый человек. В общем, чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил. Но эти мечты от жизни реальной весьма далеки. Чтобы проверить это, трудоустраиваемся на основе фриланса в несколько новосибирских компаний. А вообще, вот эти проверки, как часто надо делать? Ну, автомобили раз в марте. Ну, медкомиссия тоже, то есть все, уже не надо будет приезжать? Опять же, говорю, пожаловать. А комиссия не надо будет приезжать? Права, машины, техсостояние, страховки и все, на вашей операции. Оговоримся сразу. Всех пассажиров мы прокатили не только с ветерком, но и бесплатно. Ну вот, мы подъехали, нам звонит клиент. Берем трубку. Алло? Ну-ка, садитесь, пожалуйста. Перед выездом на линию мы делали это на свой страх и риск. Без врача и техника. Но почему это мало волнует компании, которые отправляют нас в добрый путь? Ну, будем разбираться. Мы найдем виновных. В Гранд ТАФТ еще не так давно гордились тем, что является полноценным таксомоторным парком. С выводом на линию не читать диспетчерским компаниям, с которых взятки гладки. К сожалению, конечно, мы вынуждены держать конкуренцию с диспетчерскими, исключительно диспетчерскими службами, у которых нет, в принципе, ничего. Не менее 30% выездов Гранд ТАФТ сегодня делает через диспетчеризацию. Ситуация, которая сейчас складывается на рынке такси, действительно, практически ничем и никем не контролируется. А почему вы участвуете в этом без контроля? Мы вынуждены. Владимир Чернатов, представитель компании «Мегаполис», сначала берет удар на себя. То количество водителей, которое у меня было на тот момент, вероятно, не позволило мне каждому в отдельности найти подход. Но относительно незаконопослужных водителей переходит на философский лад. Он не сосуд, который нужно заполнить, он свеча, которую нужно зажечь в конце концов. И только после этого на не менее выразительный язык мимики и жестов. Ему расскажут все тонкости новой работы. У него человек ни разу не работал в такси. Но больше всего нас удивили откровения Вячеслава Шевченко, директора ООО «Лидер Н». А вдруг он пьяный выехал на дорогу? Какая разница, он везет пассажира или он везет там свою жену? В общем, вызов такси – это как игра в русскую рулетку. Повезет, не повезет. По давляющему большинству пассажиров это не важно. Как в том анекдоте, вам шашечки или ехать? Вообще, нам просто хотелось бы добраться из пункта А в пункт Б живыми и желательно здоровыми. Мечты, мечты, где ваша сладость, если профильный 69-й закон о такси диспетчерские компании не запрещают? При этом сами они не осуществляют перевозку. Разрешение на перевозочную деятельность по действующему пока законодательству сегодня данные услуги не лицензируются. Но мы не привыкли отступать и нашли в правовых аналах еще один ныне действующий федеральный закон, который совершенно определенно идентифицирует фрахтовщика, несущего все время ответственности. Есть прямые обязанности фрахтовщика. При подаче легкового такси фрахтователю-пассажиру уведомить его о марке машины, о цвете машины, госномере. Вся эта информация поступает с номеров, которые рекламируют такси Гранд Авто, Атлас, Лидер и иже с ними. Это обязанности фрахтовщика, то есть перевозчика пассажира. Но экзамен по этому правовому нормативу в профильном министерстве с первого раза не сдали. Давайте тогда дополнительно мы проработаем этот вопрос, дадим вам ответ. Впрочем, и через неделю мало что изменилось. Фрахтовщиком все равно является и несет ответственность и за качество предоставленной услугой, и безусловно за безопасность фрахтовщик. А не компания, либо там диспетчерская, которая направила или даже проинформировала о номере прибывшего автомобиля, либо месте его нахождения. Мы была воззвали к помощи Владимира Ильенко. Он не только председатель Транспортного союза Сибири, но и депутат ЗАГС Собрания. Невзирая ни на гранд-авто, ни на бренды, со следующей недели официально начнет работать комиссия по выявлению этих нарушителей, вплоть до изъятия автомобилей, которые принадлежат вот этим перевозчикам. Но на вопрос об ответственности компании получаем неожиданный ответ. Кого будем привлекать к ответственности за незаконную предпринимательность? Кто сидел за рулем? Последние надежды на более или менее безопасную поездку с ветерком пошли прахом после общения с диспетчерами. А у вас автомобиль какой подъедет? Который ваш или которые наемники? Ну, к сожалению, я не могу вам этого сказать, так как я не знаю. Кто ко мне приедет? Частники, да? Есть отечественные, есть иномарки. Нет, а водителям кто будет? Такую информацию не предоставляю. У нас свой автопарк. А наемников то есть нету, да? Ну, есть там пара человек. Дорогой зритель, когда вы вызываете такси на Дубровку, на всякий случай уточните. А Михаил, значит, не смог приехать? Золотая. Золотая. Занят. И сердцу ставь.